Как будет дальше развиваться малый и средний бизнес в крае, обсуждали представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти и предприниматели. В Краснодарском крае в этой отрасли занято больше полумиллиона человек, а оборот этого сектора экономики за 9 месяцев текущего года составил более полутора триллионов рублей. Это при том отметил глава региона, что в экономическом плане год был непростым. Сегодня за малым и средним бизнесом будущее, и именно эта отрасль должна стать стержнем экономики региона, подчеркнул Вениамин Кондратьев. А деньги на развитие и поддержку надо давать тем, кто умеет зарабатывать и правильно ими распоряжаться. Я глубоко убежден, что нельзя деньги просто раздавать. И наличие самой господдержки – это еще не основание для хвастовства, что ли. Господдержка должна все-таки быть переориентирована на рыночные механизмы. Это очень важно. Сам принцип господдержки не должен иметь принцип заявительный. Вот я создался, вот я объявился, вот об этом заявил, и дайте мне деньги на господдержку. Я уже говорил, еще раз скажу, что деньги надо давать только тем, кто умеет на самом деле зарабатывать. Не тратить, не осваивать, а зарабатывать и возвращать эти деньги в бюджет в виде рабочих мест, налогов. Это принципиально важно. Краевой форум «Дело за малым» проводится впервые, но уже собрал большое количество заинтересованных в этой отрасли людей. Сегодня Краснодарский край входит в десятку лучших регионов страны по улучшению делового климата и занимает лидирующие позиции. Поэтому уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил перенять опыт края другим субъектам и сделать этот форум федеральным.